Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Наталья Денисова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас сладкий выпуск. Герой сегодняшней программы заслуженно считается одним из самых популярных сладостей мира. И это неудивительно, ведь даже его название с турецкого переводится как «кусочек удовлетворения». По мнению многих потребителей, попробовав даже немного этого продукта, можно стать счастливее, благодаря его особенному вкусу. Но такого эффекта можно достигнуть, пробуя лишь качественный рахат-лукум. Сегодня мы узнаем, как выбрать хорошее лакомство и каким образом среди широкого ассортимента вычислить подделку. Мы начинаем! Несмотря на то, что о рахат-лукуме слышал, наверное, каждый современный человек, история происхождения этого лакомства до сих пор остается загадкой. Люди рассказывают десятки легенд, связанных с созданием любимого изделия. Например, что рахат-лукум создал султан, который очень хотел удивить и порадовать своих жен. Другие утверждают, что сладость – результат соперничества двух королевских поваров, которые желали угодить своему султану. Есть версия, что рахат-лукум был создан впервые талантливым турецким кондитером. Так или иначе, этот десерт очень полюбился в светских кругах и стал настоящей роскошью. Кубики рахат-лукума заворачивали в кружевной платок и дарили к любому торжественному случаю. А влюбленные вручали друг другу эту сладость как символ большой и чистой любви. А уже в 19 веке британский путешественник привез из Турции в Европу целую коробку рахат-лукума и подарил ему мировую популярность. Сегодня существует огромное количество разновидностей этого десерта. Спросим у самарцев, как они справляются с выбором. Все-таки на производителя. То есть я беру те продукты, которые их уже знаю. И с новыми очень сложно соблазнить. Он такой мягкий, без посторонних запахов. И, ну, я даже не могу сказать. Я человек советского времени рожденный, да, и он, чтобы не напоминал вот те времена детские мои. Ну, я очень люблю рахат-лукум. По цвету, по форме. Ну, он должен... мягкий только должен быть. Вот. Смотрю в основном на состав. Вот. Почему? Потому что очень много сейчас добавляют всего для того, чтобы продлить так называемый срок водности, что улучшает ценность продукта. А так как уже хочется так за здоровьем своим следишь немножко, то вот поэтому вот так. Рахат-лукумом в Турции называется только один из видов этой сладости, при приготовлении которого используют муку. Бывает и просто лукум без муки или сахарной пудры, который принято называть шакер-лукум. Но и тот, и другой вид десерта можно уверенно считать настоящей батарейкой для организма. Сахар или мед – основа лукума – богатый источник энергии для мышц и мозга. Даже крахмал, входящий в состав лакомства, в нашем организме расщепляется с выделением большого количества энергии. Больше пользы в лукуме из фруктового сока или с орехами, но только в тех случаях, если при приготовлении использовали качественное сырье, а не химические ароматизаторы. Рахат-лукум может сыграть роль антидепрессанта и поднять настроение. И дело не только во вкусе, но и в том, что лукум способствует выбросу серотонина, гормона счастья. Но стоит ограничить себя в потреблении такого десерта, иначе придется грустить по поводу испорченной фигуры. А чтобы понять, можно ли найти в самарских магазинах качественный рахат-лукум, возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Восточный гость» Султан О. и Тимоша. Расставим по алфавиту, согласно названиям и присвоим каждому номер от одного до трех. Испытаем и в завершении узнаем, кто окажется победителем программы «Сохраняйте чек». Зачастую внешний вид рахат-лукума внушает доверие потребителей, создавая ощущение исключительно полезного и натурального лакомства. Но не нужно так опрометчиво доверять лишь оболочке. Стоит внимательно изучить состав и становится ясно, даже качественный лукум лучше есть в меру. Многие считают, что это диетический продукт, и это безусловно не так, потому что он содержит до 85-90% сахара в своей консистенции. Но согласитесь, сахар никто диетическим продуктом не считает. Конечно, его можно давать детям, так же, как и конфеты, естественно, с определенного возраста. Кроме того, эта восточная сладость может сказаться на состоянии зубов из-за сахарной пудры. Крахмал, сахар и вода – основа белого лукума. А вот любой другой вид содержит в себе натуральные или синтетические красители и пищевые добавки. Так что, если вы любите разнообразие в лукуме, внимательно изучите продукт перед покупкой. При покупке стоит внимание обратить на внешний вид, это консистенция продукта, она должна быть плотной. И изменение цветовой окраски продукта, цвета не должны поблекнуть, ну и быть равномерными. Для приготовления лукумы с разными вкусами издавна использовали фруктовые соки, орехи или мед. Самым изысканным считался лукум с добавлением лепестков роз. Сегодня выбор этого десерта гораздо шире, а вот качество зачастую оставляет желать лучшего. Мы берем безвкусный наполнитель, например, крахмала, и добавляем дешевый подсластитель. Соответственно, экономим самое дорогое, что есть в рахат лукуме – это сахар. Вред, который он может нести здоровье, также связан с именно этими веществами. А вот о том, кто из героев сегодняшней программы успешно пройдет наше испытание на качество и какой рахат лукум окажется самым вкусным, смотрите далее. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Такое экзотическое лакомство быстро покорило сердца европейских гурманов. Пабло Пикассо вообще утверждал, что именно рахат лукум помогает ему в работе, поэтому ел его часто и в больших количествах. Нам же для работы необходимо не просто попробовать, а внимательно изучить героев нашей программы в рубрике «Глубоко с объективной тесты». Сахарная пудра в продукте нужна не просто для красоты или вкуса, а чтобы кусочки лакомства не слиплись между собой и были удобны в потреблении. Пудра должна быть белой и обязательно в достаточном количестве. Лучше всех себя здесь проявили первые и третьи участники. Этот десерт должен быть мягким и упругим. Если вам попался жесткий или рыхлый рахат лукум, значит производитель использовал некачественное сырье. Хорошо показали себя в этом испытании участники под номерами 1 и 3. Разрежем рахат лукум и посмотрим, что у участников нашей программы внутри. Если вы приобрели сладость без добавок, значит ничего лишнего в лакомстве быть не должно. Никаких пузыриков или трещин, только цельная структура. Цвет у десерта должен быть равномерным. Хорошо показали себя здесь первые и третьи участники. Рецепт классического рахат лукума, в отличие от всех остальных восточных сладостей, очень прост. Достаточно приобрести кукурузный крахмал, измельченный в пудру желатин и начинку по вашему вкусу. Смешать все ингредиенты и оставить на сутки. Полученную смесь разрезать на кубики и посыпать сахарной пудрой. А можно не ждать целой сутки и приобрести готовый рахат лукум в магазине. Главное быть внимательным при его выборе. И, конечно, не забывать наши советы. В качестве гостя программы у нас сегодня Евгений Гурьянов. Он отвечает за обеспечение деятельности целого учреждения, поэтому всегда знает, что у него есть на складе. И абсолютно уверен в качестве своих инструментов и материалов. Но в перерывах от работы о качестве он не забывает. И тщательно подходит даже к выбору десерта. Попросим его продегустировать наших участников и определить, какой рахат лукум можно считать действительно хорошим. Я попробовал первый экземпляр. Для меня он показался недостаточно сладкий, поэтому, наверное, его и компенсирует сахарная пудра. Второй вариант рыхлый, неоднородный. Поэтому мне не нравится. А вот третий вариант как раз-таки то, что надо. Это и по консистенции, и по вкусу, и по сладости. Поэтому я выбираю номер три. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучшим оказался рахат лукум торговой марки Тимоша. Поздравляем победителя. Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать действительно качественный рахат лукум. И не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас на телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!